Девушки отдыхают Жень, сможешь собраться за полчаса? Прости, совмещание с какого-то перепугу перенесли на восемь. Да, хорошо, дядя Миша. Я сейчас. Ну, и тихо. Могли бы и нас подвезти. Валерка, извини, не успеваем. Кто-нибудь увидел ключи от машины? Если б ты не разбрасывал по квартире, тебе не пришлось бы их искать. Вот что за манера? Бабушка, как я выгляжу? О, Евгения. Хорошо бы собрать. А то первый день службы. Надо соответствовать. Чему соответствовать, мама? Высокой должности санитарки? Я вообще не понимаю, зачем студентке филфака такая работа? Напоминаю, Михаил, что это ты устроил на это место. Интересно, а кем я мог ее устроить в больницу? Главврачом? А меня можно главврачом? Да, без тебя никуда. Кто-нибудь видел мои ключи от машины? Твои ключи от машины на кухне, где ты их вчера и бросил. Спасибо, мама. Бабушка, представь, как это интересно. Другой мир, столько разных людей. Да, правильно. Пора взрослеть. А то чтение книг жизненного опыта не прибавит. Да, 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 я знаю. Так, готовы? Все, поехали, поехали. Мы опаздываем. Давай. 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 Нарушение, утвержденное Минздравом, технологии обработки белья в медицинских учреждениях. Раздел шестой, пункт второй. Как показала выборочная проверка, проведенная комиссией в составе... Значит, я, Лиховский Михаил Васильевич, санитарный врач высшей категории. Высшей категории. Руслан Романович, давайте без ваших замечаний. А вы, Михаил Васильевич, уже ближе к делу, без вашего канцеллита. Хорошо. Так вот, как показала проверка, содержание хлора в дезинфицирующих средствах превышено в два раза. Два грамма на килограмм, а перекиси водорода в полтора раза. Шесть миллилитров на килограмм белья. И что? Превышено, не занижено. Стерильность не пострадала. Ой, слушайте, ну, делать вам нечего. Ну, правда. Я понимаю, если вы эти уборщицы выпили эту хлорку, тогда, конечно, Михаил Васильевич, как врач высшей категории, вы обязаны... Кончаю, Руслан. Лиховский прав. Белье без пятен и все довольны. А то, что оно разлезается через месяц, всем плевать. Я бы, между прочим, свои халаты домой нашу стирать. Не напасешься. Как домой? Нельзя ж? Не положено. Да я знаю, Михаил Васильевич. Ну, прошу вас закрыть на это глаза. Хорошо? Да у него глаза в принципе не закрываются. Ну, для вас, да, можно. Ой, ладно, все. Можно я пойду, да? Куда это? Там случай сложный, без меня никак. Ирина Васильевна, за мной. Комиссии также было выявлено несколько нарушений санитарных норм работниками клиники. Просьба обратить внимание персоналу на обращение с расходниками. Использование их по назначению, а также технику безопасности. Ой, простите, ради бога. Это что такое с уткой в коридор? А там в палате занято. Можно в другую? В шестую там пусто. Иду в приемный, там помощь нужна срочно. А, помыть? Руки только, остальное потом. А приемный это где? Вниз, на лифте. Первый день, что ли? Доктор, здравствуйте. Я мама Соня. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь шансы есть? Ну, шансов немного. Я не хочу вас обнадеживать. Состояние критическое. Риски очень высоки. Разрыв селезенки. Кровопотеря очень высокая. И причем группа крови четыре минус. Четвертая отрицательная. Виталий в станцию. Но не знаем, сколько доз у них осталось. Может, Спасскому отдадим? Он заговоренный. Волчаткин идет уже. Я умру. Сонечка, конечно нет. Машина. Она, она меня. Забудь о ней, Сонечка. Не думай об этом. Все будет хорошо. Так, 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 так. Готовим центр. Улиста в операционную. Быстро. Это откуда к нам такой ангел прилетел? Сознание? Вот умница. Ну, здравствуй, Соня Поливанова, 12 лет. Я твой врач, Руслан Романович. Все будет хорошо. Поехали. Быстрее. Господи, маленькая моя. Так, быстрее, господа. Вы хирург, да? Вы спасете ее? Сделаем все, что в наших силах. Шансы спасти есть. Все, все, все. Вам сюда нельзя. Волчаткин, победоносец. Господи. Мамочка, не мешайте нам работать. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, не волнуйтесь. У нас очень хорошие врачи и все будет в порядке. Спасибо. Мила! Людмила Эдуардовна! Скажите, а что вы думаете о санитарной обработке окон и подоконников? Да я ничего не думаю. Ну, как же это сейчас тема номер один? Что вы говорите? Видно, не для меня. Мила! Людмила Эдуардовна! Нам, ну, бегом Руслан и шьется. Простите работу. Бегом! А вы не хотели бы войти в комиссию по организации лечебного питания? Не хотела бы. Давление низко. Падает? Нет, но и не растет. А ты хотела, чтобы она сразу выросла? Экспонентамию мы сделали чисто. Скажи, Мил. Да, это дело не хитрое. Так может зашить? Давление вырастет. Сомневаюсь. Да? Думаешь, поздно? Продолжаем ревизию брюшной полости. А нечего было и браться. Хотел добрым волшебником выступить? Не, ну а что? Вы хотели, чтобы я как вы? Спокойно, мамаша ваша, дочь умрет. Ну-ка, тихо. Развели тут. Посмотри в области селезеночной поджелудочной связки. Нет ли там источника? Не вижу. Так, в забрюшенной полости посмотри. Не вижу. Так, стоп. Вот она. Вот она, родная. Давай, 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 давай. Ага. Милочка, ты гений. Так, сосуд в области хвоста поджелудочной железы. Бери индий сектор, я завяжу. Есть. Есть. Перевязываю. Давление держим. Поднимаем понемногу. Гений. Отстань. Доктор, доктор, ну что? А что такое? Все прекрасно. Она не умрет? Послушайте, принцессы не умирают. Они ждут, пока придет прекрасный принц или анестезиолог. Доктор, спасибо вам большое. Вы волшебник. Ну что вы, я не волшебник. Я только учусь. Пойдем, пойдем. Накапываешь по-немудку. Спас ее, волшебника. Все они здесь волшебники. А нас никто благодарить не спешит. Привыкайте. Ну, наконец-то. Валера без тебя за математику даже не садился. Опа! Что-то вкусненькое. Отвратительно. Перестань сейчас же. И уноси продукты на кухню. Я сейчас накрою на стол, только руки помою. Помой только как следует. А то больницей пахнет. Молодой человек. По-моему, ваше место у инструмента. Самуилыч, тебя кормили эти безответственные люди, а? Привет, Андрюш. Ты еще здесь? Угу. Досталась вам. Димка мне рассказал про девочку с разрывом селезенок. Ага. Ты знаешь, я уже думала, что все. Жалела, что тебя рядом нет. Не я тут лучше и ты. Ой. Только вы так и думаете, доктор Спаский. Я, Руслан, Ирина Васильевна уже трое. Плюс ты сама себе знаешь цену. Домой иди. Не поверишь, сил нет встать. Верю. Как Коля? Да ничего. Звонил позавчера. Учится. К себе не зовет? А, на какие же шеи. Да и у него денег не хватает, чтобы ко мне мотаться из Парижа. Да. Ой, даже не знаю, когда теперь ребенка живьем увижу. Ой, ой. Все. Все. Пошла. Пошла, Андрюша. Хорошего вечера. В компании лучших друзей. В холодильнике и телевизоре. Ну, действительно лучших. Ладно, Андрей, пока. Угу. Можно мне чашечку кофе, пожалуйста? Сил никаких нет. Конечно. Ну, ты ужин готовил, пока вы там. Ну что, как работа в больнице? Там, говорят, клиника. Ой, ты господи. Да хоть госпиталь. Я же не о том спрашиваю. Удивительное место. Там работают необыкновенные люди. Герои жизни спасают. Вера на себе. Другая бы сказала, кровь, грязь. Работа адская. Кругом больные, убогие. А это... Поехали. ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он. Ну что, объявляю совещание закрытым. Я еще раз всех поздравляю, дорогие коллеги, с Днем Медицинского работника. Желаю успехов в труде. Ну и большого счастья в личной жизни, если вдруг у кого она еще есть. А нельзя медработникам для большого счастья душевую в оперблок? Душевая в оперблоке, Людмила Эдуардовна, это большая роскошь. А как показывает богатый жизненный опыт, счастье в роскоши не нуждается и от нее не зависит. Значит, не будет душевой. Ну что ж, поаплодируем оратору. Вечером всех жду в зале на скромном фуршете. Расходимся, работаем. Пирога возьми, сама пекла. А торт с паски принес, такой вкусный. Ира, ну какого пирога? Мне не надо. Да ладно, мы что нам, замуж. Попробуй, попробуй. Вкусный пирог. Твоего… Извините. Людмила Эдуардовна, можно пригласить вас? Спасибо. Прошу. Заглядно врагом собираетесь начать Людмила Эдуардовна. А что мне остается, когда друзья не пригласят? Жень, ангел наш, я уже устал, надеется, когда же вы придете. Разрешите пригласить вас на танец? Смелее. Так и знал. Вы отлично танцуете. От меня ничего не зависит. Вы же ведете. Ну, от вас зависит, как я в виду. Именно так. Занимались танцами? Конечно. Бабушка считает, что это обязательно. Это потрясающе. А что еще обязательно? Уроки французского, три вилки, два ножа на крахмальной скатерти. Вот. А я даже один ножик толком не научился держать. Зато вы скальпель держать умеете. И у вас-то просто чудесно получается. Ну, для этого много ума не нужно. А хотите, я вас научу держать скальпель? Когда? Сейчас? Да. Прямо сейчас. А куда мы пойдем? За мной. Может, я не в свое дело, Лиза? Кажется, что если бы Евгения была моей племянницей, я бы подыскала ей другую работу. А что, есть нарекания? Не справляется? Ну, какие нарекания? Профессор Волчаткин? Михаил Васильевич, заберите отсюда. Поскорее. Ой, ладно. Я сейчас приду. Ну, что же. Будем тренироваться на кошках. Как на кошках? Жень. Жень. Обычная, тренировочная подушка. Прошу вас. Видите ли, они все разные. Брюшистый, полостной, остроносый. Вам какой больше нравится? Вот этот мой. М-м-м. Остроконечный. Берем в руку. Вы должны держать его, как ручку. Как будто собираетесь что-нибудь написать. Медленно раздвигаете кожу. Вот так вот. Скальпель. Перпендикулярно поверхности. Вот так. А теперь. На всю глубину. Жень, вот ты где. Тебя дядя ищет. Домой собрался. А ты, Мил, как всегда, на страже, да? Да? Да. Да. Угу. А ты, Мил? А ты, Мил, как всегда, на стражке, на стражке, на стражке? Да? А ты, Мил! Лизочка, медицинский работник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прости, что мешаю. Нужно поговорить. На взгляде. Ну, давай завтра. Нет, лучше сегодня. Жене нужно срочно забрать из клиники. Слушайте, ей там очень тяжело. Глупости. Пускай закаляет характер. Ты не понимаешь, там такой коллектив, она не вписывается. Зачем она должна вписываться в коллектив? Бог мой, Михаил. Ты рассчитываешь, что Евгения станет своей среди больничных санитарок? Мам, мне в этом дело. Михаил, прекрати вилять. Что ты пытаешься мне сказать? Мне кажется, ей нравится один доктор. Кто? Какая разница? Ну, Волчеткин. Сын Анны Спиридоновны? Да ведь он женат. Евгения! Сюда немедленно! Ну, как дела? Нормально. А Оля? Не в духе. Понятно. Олюшка, я дома. Здорово. Свет не выключай! Ты завтра же напишешь заявление об увольнении. Почему? Это мое решение. И оно не обсуждается. Но, бабушка, я хочу там работать. Как же так? Вы не понимаете, мне это очень нужно. Все я очень хорошо понимаю. Лучше, чем ты думаешь, моя милая. Тема закрыта. Мам, ну не так же. Давайте спокойно все обсудим. У Жени уже не ребенок, их 21. А тебе 46. Шесть. Это сделало твои решения? Хоть сколько-нибудь зрелыми. Или к себе, Евгения? Завтра. Ты понял? Да. Интересно. И как же это сделать? Напишу заявление за нее? Предложи ей что-то, против чего она не сможет устоять. Интересно, что? Не жена твоя волчаткина? Не ерничай. Устрой ее в библиотеку. Ну, она будет счастлива. Ну, как там, столько книг. Или на худой конец в книжный магазин. Ей там самое место. Она сидела на полу и груду писем разбиралась. И как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на имя брошенное тело. На имя брошенное тело. Что-то давно не видно. Нашу санитарку новую, Женечку. Которая все Руслану Глазки строила. Да, это скорее он ей строил. Уболилась наша Женечка. Лиховский наконец понял, что этой девочке здесь не место. Здравствуйте. Не помешал? Легок на помине. Проходите, проходите. Ну, где мы на этот раз напортатели? Да не... А Людмилы Деардовны нету? Вот. Прошу. Я что-то натворила? Здрасте. Здрасте. Нет, что вы. Может, в кафе на первый этаж сходим? Так, а что, говорите здесь? Да нет, я в плане кофе попить. А так мы его уже пьем. Тем более в кафе, знаете, такой кофе дрянь. И цены жуткие. Слушайте, вы кофейку хотите? Нет, нет, спасибо. В другой раз. Слушайте, а к моему отделению как? Претензий нет никаких? Хирургии кисти? Образцовое отделение. Инга Валерьевна. Слушайте, вы мне уже начинаете нравиться. Ладно. Ладно. Ладно, тогда в другой раз я пошел. Мил, ты чего? Он же ухаживает за тобой. Вы что, сама сошли? Ухаживает он за мной. Ну что, а я кому-то? Ага. Может, это надо? Вот и все, что? А он ушел печальный и смиренный. Это в клирике. Халаты все тут. А в книжном надо выглядеть. Как? Уместно. Правильно. Элегантно, удобно и просто. Вот смотри. Катуральный шалк. За пятьдесят лет ничего с ним не сделалось. Им ведь что нужно? Чтобы скорее выцвело, порвалось, пошло пятнами. И тогда ты побежишь в магазин и купишь за месячную зарплату новую блузку. Бабушка, я никуда не побегу. Побежишь. А не сможешь дорого. Вон, сколько тряпья. Дешево. Сердито. И на каждой встречной. Запомни. Это не для нас. Так, стой прямо. А что с лицом? А что за горе у тебя, скажи, на милости? Это же вообще умудриться нужно. Позволить себе влюбиться в женатого мужчину. Бабушка, я не знала, честное слово. Ну, теперь знаешь. Значит, это поможет тебе не делать больше глупостей. Не слышу ответа, Евгения. Да, бабушка, я поняла. Хорошо. Очень. Людмила Едуардовна, как хорошо, что я вас встретил. Давайте я вас подвезу. До метро? Можно. Ой, хотя, вы знаете, я вспомнила. Мне еще в магазин надо. Поезжайте. Так ничего страшного, развернемся и к магазину. А смысл? И там переход, и я уже... Давайте до завтра. Давайте до завтра. За настольными играми присматривать надо. Воруют. Мы вот поэтому их специально вот тут против глаз держим, чтобы на виду были. Раньше хотели под перелавок прятать. Ну, хозяин недоволен. А если не услежу, уволят? Да нет, ну что ты. Ну, в крайнем случае, ну вы что-то из зарплаты. Да ты не переживай. Ты в хорошее место попала. Ну, посмотри. Посмотри, как здесь хорошо. Светло. Красиво. Книжек море. Море. Читай не хочу. Ты читать-то любишь? Больше всего на свете. Ну, так чего тебе еще? Жень, ты в рай попала. Понимаешь, в рай. Я когда сюда пришла, я вообще, у меня было чувство, что я из подвала выбралась. Вспомнить страшно. А тут и место, и зарплата. У меня теперь одна задача, как можно дольше здесь задержаться. В другом месте я столько не заработаю, а деньги мне очень нужны. У меня внук инвалид. Понимаешь? Ему много чего нужно. Ой, мне сегодня на полчаса раньше надо уйти. Закроешь магазин, это нетрудно. Да, конечно. Ну, спасибо. До завтра. До завтра, Антонина Ивановна. Не тушуйся. Добрый день. Могу я вам помочь? Что-то конкретное ищете? Помогите. Угадать, что действительно мне нужно? А вдруг я правда угадаю? Так в этом-то и план. Но ведь любимые книги, это как в душу заглянуть. Вы хотите, чтобы к вам в душу заглядывали чужие люди? Ладно, давайте поступим иначе. Вы предлагаете мне книгу. Если это то, что мне нужно, буду заходить к вам чаще. А можно задавать вопросы? Нет. Ответы могут открыть вам мою душу. Хорошо. Возьмите вот эту. Граф Монте-Кристо. Странно. Почему? Хочешь, не хочешь, это читаешь. Даже если знаешь, чем закончится. Ну что ж, беру. Хотя знаю, чем закончится. А почему они не детективы? Низкий жанр. Слишком просто. Смерть, потеря близких. Самое большое несчастье в детективах, это только загадка. А это, знаете, как-то... нехорошо. Вот как. Вынужден вам сообщить. Вы очень странная девушка. Прочту, как в первый раз. Как вас зовут? Евгения. Евгения. Константин. Прощайте, Евгения. Ну или до свидания. Дама, я не понял, чего сидим? Во втором оперируем. А что вдруг? А у нас душевую устанавливают. Да ты что? Да, прикинь, кавалер твой постарался. Ну ты даешь. Не, ну ты посмотри на нее. Один раз танцевала и на тебе, получите. Он что, танкист? Чтобы харьков развести танк, нужно. Ну так он бывший военный, ты же не знала? Да, это многое объясняет. Значит так, сейчас идешь ко мне, берешь у меня из шкафчика бутылочку коньяку и благодаришь его от всей кафедры. Почему я? Ну потому что ты единственная, кто с ним не ссорился. И, кстати, не могла бы у него узнать, куда он определил свою племянницу. Что спросишь? Даже и не думай. Ладно. Сам узнаю. Ну что сидишь? Пойдем, пойдем. Да-да, входите. Можно? Людмила Эдуардовна, да, извините. Это вам от кафедры хирургии в знак благодарности. Без вас было 20 лет, бы мы не видели этот душевой. Не-не-не, ну что вы, такая благодарность. Да это мой долг, не надо. Как и снова и надо? Нет, нет, надо. Потому что вы должны знать, что вы молодец. Людмила Эдуардовна, садитесь. Пожалуйста. Сюда, сюда. Ну и? Как вам это удалось? Что? А, душевая, это не важно. Это не интересно. Хотя, вы знаете, если вы со мной куда-нибудь сходите, я вам все подробно расскажу. Куда? Ну, как куда? Можно в ресторан. Можно в кафе. А зачем? Ну, посидим. Поговорим о делах. А что, здесь нельзя? Здесь. Здесь как-то без удовольствия. А, господи, это вы ради удовольствия. Подождите. Это вы меня на свидание, что ли? Приглашайте. Ну, да. Или вы замужем? Нет, что вы. Тьфу. Ой, я не замужем. Тогда, да, свидание. А когда? Сегодня? Ой, нет, сегодня я не могу. Мне надо как-то приодеться. Завтра? Завтра же у меня дежурство. Ну, я подменюсь. Спасибо. Стояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте! Чего вы так испугались? Я вовсе не испугалась. Просто как-то неожиданно. А вы прочли уже граф Монте-Кристо? Ну, прочел от корки до корки. Как и в первый раз. У вас очень хорошо получается. Может быть, еще? Еще. Я даже не знаю. Евгения, не стесняйтесь. Я уверен, у вас получится. Вы не против, если я иногда буду вас провожать? А меня с работы встречают. Мой дядя Михаил Васильевич. Михаил Васильевич? Это многое объясняет. Что, сегодня тоже? Нет. Сегодня он занят. Значит, это судьба. Приятного отдыха. Спасибо. Людмила, вам нравится, да, японская кухня? Хотя, наверное, уже поздно об этом спрашивать. Я-то, вы, слушайте, вы не представляете, я же это просто обожаю. Правда, редко приходится. Знаете, меня сын научил палочками есть. Так, кажется, нетрудно. Да ну что вы, я до сих пор не умею. Я вилкой буду. Не-не-не, подождите. Попробуйте. Возьмите. Возьмите в руку палочки. Фокус в том, чтобы расслабить пальцы. Так вот, расслабьте. Расслабьте. Ну что, вцепились-то? Людмила, оставьте. Я вилкой буду. Мне сейчас не получится расслабиться. Я взволнован. Ну, давайте вилкой, хорошо. Давайте на ту сторону перейдем. Давайте. Чего-то боитесь? Да, этот дом. Я себе представляю, будто он оживает по ночам. Шевелится, говорит. И скачет по городу, как на медном всаднике. Простите, Женя, я над вами не смеюсь. Да нет, смейтесь. Я просто знаю, там кровля старая. Могуски расслабить. Крышка распадается от ветра. Там один раз кусок на меня такой чуть не упал, я и ля скачала. Да, крыша неприятная. Ну, если уж бояться… То чего-то загадочного и фантастического, да? Да. А не просто куска железа. Вы меня понимаете. Ну, разве это плохо? Нет, плохо, что я вас не понимаю. То есть, получается, это я такой загадочный и страшный? Наверное, да. Ой! Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Было очень вкусно. А если честно сказать, не наелся. Вроде бы пока ел все нормально, а как встал опять есть хочется. Куда надевается эта японская еда, я не знаю. Вы голодный? Ну, хоть я вам бутерброд сделаю. А возьмите чайку попью. Я тоже попью чайку, да. Я тоже пить хочу. Ужасно, если честно. Давайте. После соленого так охота. Цветы. Цветы. Сейчас я… Не надо. Пойдемте. Ну, хорошо. Как скажете, Людмила Эдуардовна. Приходите. Спасибо. Обувь можете не снимать. Я сниму, приучу. Мы в комнату или… Или, может быть, я чайку заварю на кухне? Людмила Эдуардовна. Что? Не надо. Что-то совсем раскратилось. Кстати, подождите. Вы прям сразу так на преступную. Вы прям как военные. Так я это… Я же служил. Куда? Туда. Ну, я прошу. Мне не стыдно же. Девка-то совсем молодая. Так я же говорю, по делу. Знаю я твои дела грешные. Ну, ладно. О! Записываю. Чего? Вкусное есть? Валерка, если бабушка узнает, что ты кусочничаешь… А что за тип тебя провожал? Врач? Какой врач? Ну, этот… Волчанский волчонка, за которого тебя с работы выгнали. Никто меня не выгонял. Ну, ясно. Оказалось, тот женатый решил на другого перекинуться. Я ничего не решила. Ну, ну. Добрый вечер, Женечка. Это вы? Да, да, это я, Руслан Романович. Вот видите, как хорошо, и вы меня узнали. Послушайте, я подумал, мы с вами давно не виделись. Может быть, как-нибудь пересечемся? Конечно, когда? Завтра с утра. Если вы, конечно, не заняты. Нет, нет, я не занята. Завтра у меня выходной. Ну, вот видите, значит судьба. В десять? В десять. В десять замечательно. Договорились. До завтра, Женя. Людмила Эдуардовна, это было зашибись. Что? Как это было? Что опять? Это по-военному не так? Да нет, все хорошо. Хорошо. Уходить не хочется. Так и не уходи. Придется. Какой побылась? Где? Ты, это, не провожай. Я заглупну. Во! Второй нысок! Нашелся! Так, тогда на завтра! Как же! Будешь завтра бегать от меня по всей клинике! Жень! 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 А что у нас сегодня на завтра? Я проспала! Жень! Извините, мы куда-то не в ту сторону едем. Навигатор показывает Захарова 16! В смысле? Не Захарова, Захаревская. Поворачивайте обратно. Захарова! Захаревская! Зачем это придумали? Как понять? Сейчас выйду на светофор, вобью навигатор. Не беспокойся, да, быстренько, да, везу. Мам, что случилось? В каком парке? Она одна? Нет, не бегай, не ищи, не бегай. Сядь на лавочку, отдохни, я, я скоро мудрою. Я опоздала, простите, не туда заехали. Вы уходите? Придется, Женька. На работу вызвала? Проблемы дома. Я, я не должен был. В общем, не судьба. Прощайте. Все начинается с запрещенной музыки, спорящей вечеринки, наркотики и расклиния малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Свою точку зрения я не давлю. Редактор субтитров А.Семкин